Здравствуйте, товарищи! Я Вероника, и как попасть к блогеру на мероприятие? Ответ простой. Будьте подписаны на него 6 лет, следите за соцсетями, и потом в нужный момент просто попросите разрешения прийти. Я надеюсь, что вы подписаны на мой канал и рассказываю историю. Я начала смотреть YouTube в 2017, да, довольно поздно, но и примерно с того же времени я оказалась подписана на креативного фотографа на тот момент, Таню. Возможно, некоторые из вас знакомы с ее творчеством, а возможно, даже многие. Но так или иначе, когда пришла эпоха телеграммы, я подписалась на нее и там, и вот буквально на той неделе она публикует объявление о том, что, напоминаю, 20-го числа будет творческая встреча с подписчиками. Я такая, творческая встреча? Это же абсолютно моя тема, так-так-так. Планировался творческий пикник, на котором все участники смогут писать на холстах, расписывать свечи, общаться, и я думаю, надо что-то замутить. Я подумала, что я могу предложить, что я могу привнести в это мероприятие. Я люблю делать портреты, и с этой стороны решила подкатить. Написала Таня, что я хотела бы поучаствовать, и могу ли я прийти не совсем как участник, а как один из, ну не организаторов, но один из людей, который сделает это мероприятие ярче. Предложил свои услуги портретиста, скинула образцы работ, и, честно говоря, я думаю, как и многие из вас, я привыкла, что блогеры в основном не отвечают. Ну, в директе очень немногие, в инстаграме запрещенном. Когда-то я получала ответы от некоторых, но в основном у людей, у кого большая действительно многотысячная аудитория, просто нет физической возможности всем отвечать. И тут я подумала, что, возможно, она даже не ответит, но я получаю от неё сообщение, что ей понравились мои работы, и она готова посотрудничать. Вот моя реакция. Блин, я сейчас, конечно, в таком виде, максимально непрезентабельном, но просто я хотела сохранить лицо, чтобы эмоции записать. Блин, лохматая жесть. Ну, мы просто после дневного сна, поймите. Костя, ура, будет интересно. Будет интересно. Теперь надо готовиться. Естественно, я захотела подойти к этой задаче со всей ответственностью, подготовиться на максимум и провести хорошо время, порадовать людей, и, возможно, с помощью этого найти новых зрителей на свой канал. Ну, и, естественно, всегда прикольно увидеть человека, на которого ты много лет подписан, на котором ты уже много знаешь, вживую пообщаться. Короче, я очень воодушевилась и стала готовиться. Я пошла в художественные магазины в поисках материалов для реализации моей идеи, а именно мне нужны были крафтовые листы для того, чтобы сделать конверты, в которых я буду красиво отдавать свои наброски, потому что я сразу поняла, что буду делать акварели. И просто отдавать бумажный портретик, я считаю, что оформление придает так или иначе работе некую значимость, потому что когда вы просто получаете листочек, это одно, а когда вы получаете оформленную работу, это другое. И да, в общем, я решила, что я буду отдавать портретики на плотной бумаге в дополнительной крафтовой рамочке и в конверте обязательно. Конверт я планировала заклеивать какими-то красивыми наклейками, и в первом магазине были только какие-то супер детские наклейки, единорожки, радуги, коты, что-то такое. Ну, не совсем тот вайб, который я бы хотела. Мне хотелось что-то на эстетичном. И уже во втором магазине в Читай-городе я нашла те самые наклейки, которые мне понравились, наклейки с имитирующими, тем более они имитировали почтовые открытки с разными городами. Я такая, всё, это просто it's a match, это полнейшее попадание, берём. Как вы знаете или, возможно, не знаете, я недавно стала мамой, моему маленькому сыночку сейчас полгодика, и, соответственно, мероприятие было в воскресенье, я туда напросилась где-то в четверг, и вот в четверг я, или в среду вечером, и вот за четверг я успела выделить время, сходить в художественный магазин и всё закупить. И я рассчитывала, что вот вырезать конверты, вырезать форматы для портретов, приклеивать эти форматы на дополнительный картон крафтовый. Я всё это думала, там, пятница, суббота, и спокойно всё успею. Нет. В пятницу мой сыночек решил, что у него настроение быть только у меня на руках, и я просто, я буквально ничего не могла делать вообще. То есть я, в общем, поесть был целый челлендж, а уже заниматься чем-то дополнительным было просто невозможно. И, естественно, все эти дела, которые не сделали с днём, были перенесены на ночь. И я сидела до скольки? До двух ночи, наверное. Сыночек заснул где-то в десять, это наше стандартное время, когда он засыпает, около десяти, и я сидела, вырезала нужного формата листочки под портреты, вот это вот всё часов до двух ночи, наверное. Ещё, естественно, я такая, нет, этого мало, нужно что-то ещё такое душевненькое добавить. Думаю, сделаю, знаете, как в печенюшках с предсказаниями, такие вот бумажечки с вдохновляющими цитатами. Было довольно сложно найти цитаты, которые не будут как из ВКонтакте 2010-го, а которые действительно будут интересными. Парочку я даже написала просто от себя, например, «Не торопись к цели, а наслаждайся дорогой». Ну, вот что-то такое. И занималась я этим до двух ночи. Да, цитаты, плюс я подумала, что, ну, конечно, я должна в каждый портрет вложить ещё свою визитку, да. Люди изобретают печать на принтере. Вероника, нет, мы всё будем делать вручную. Тут просто собака на цепи бегает, я в деревне, как вы можете понять. Короче, да, занималась этим всем до двух ночи, и всё ещё не была уверена, что я сделала достаточное количество заготовок. В беседе, да, у нас был секрет-чат, он и сейчас есть. Там было 25 участников, да, ну, я думаю, так, ну, это включая меня, включая Таню, блогершу. Плюс она сказала, что в этом чате состоят ещё какие-то её помощники, кондитер, фотограф, там, что-то такое. И я думаю, ну, всё равно, а вдруг кто-то придёт ещё дополнительный... Потому что в какой-то момент Таня написала, ну, ещё зайдёт моя подруга, тоже блогер. Я такая, блин, то есть вполне себе могут быть форс-мажорные, да, обстоятельства, и я всегда отношусь к своей работе так, что лучше переподготовиться, чем недоподготовиться. В личном общении Таня мне сказала, что будет 15-20 человек, в беседе 25, я такая, нет, я сделаю всего по 30. За субботу я половину дня отсыпалась вместе с ребёнком, то есть ребёнок засыпает, мафия засыпает, и я засыпаю вместе с ним, потому что сидеть до... Даже, по-моему, я позже... Утки, да... Даже, по-моему, я позже сидела чем-то до двух, там, до полтретьего, наверное. Сидела, всё это вырезала, смотрела YouTube-канал про авиакатастрофы, Guilty Pleasure, привет. Короче, да, за субботу я полдня отсыпалась, вторую половину дня что-то доделывала, и вот наступает тот самый день X, воскресенье, когда у нас должна быть встреча. Доброе утро, сейчас 10-12, я готовлю форматики бумагу. Столько я нарезала. Вот столько я нарезала для рамочек, и сейчас мне каждую вот эту коричневую бумажечку нужно прорезать уголки, чтобы туда вставлялся белый листочек. Здесь 10-12. Встреча полшестого, и мне надо сейчас всё успеть, пока спит Костя, потому что он проснётся, и, скорее всего, будет требовать к себе внимания, и я просто ничего не успеваю. Я сделала это. Короче, у нас вырисовываются некоторые проблемы. Москву накрывает гроза. Уже. Она уже тут. И Марк застрял в пробке где-то в пути к Москве. Соответственно, он не успевает приехать к нам домой, чтобы мы вместе поехали на место встречи, и он бы там с Костей, с коляской вокруг гулял. И мне придётся по дождю, под грозой, с коляской, в метро, ехать в незнакомое место, плюс с собой нести все мои заготовки творческие. Я не знаю, как я с этим сейчас справлюсь, потому что мне надо будет сделать один большой переход, и там есть место с двумя огромными лестницами. Буду надеяться, что мне кто-то поможет. Дорога показывает, что ехать 20 минут. Я буду выходить за час и надеяться, что я буду вовремя. Вот. А ещё, пожалуйста, я давно хотела сделать переходик. Честно. Вот такой вот. Мы все понимаем, что прогноз погоды действительно, который нас беспокоил последние несколько дней, он не меняется. И по прогнозу ливень, гроза, все 33 удовольствия именно в этот день, именно в те часы, когда мы собираемся встретиться. И всё как бы становится под угрозой срыва, переноса или ещё что-то. Уже столько всего заточено именно под этот день, именно под это время. И если сейчас всё сорвётся, неприятно, неприятно. Неприятно. Все ребята тоже в чате обеспокоены, мы списываемся и решаем, что мы забьём на дождь, потому что в парке есть беседка довольно такая вместительная. И если что, мы спрячемся от дождя под ней. Но я понимаю, что да, мероприятие это спасёт, но моя ситуация, когда у меня муж с коляской будет где-то там гулять, как. И, в общем, я вся такая на нервах, плюс муж мне пишет, что из-за ливня подъезд к Москве просто стоит. Я такая, ё-моё! То есть мне по ливню подождил с коляской, теперь надо не на машине ехать в этот парк, а на общественном транспорте, на метро, пересадке, лестнице. И мы договариваемся, что он приедёт уже в сам парк, чтобы там с Костиком гулять. А я как-то сейчас буду собираться. Дресс-код. Дресс-код был светлый. Выходим. Это наше ВДО. Костя в капсуле. Костя! Малыш! Как дела? Пока мы собирались, доехать в дождь немножко стих, но всё равно капает прилично, поэтому я надеюсь, мы доедем в симпатичном виде и не сильно насквозь мокрые. А у меня из светлого я решила, что я пойду в юбке-баллоне. Она довольно длинная, белая. И, естественно, пока я добиралась, у меня весь подол просто стал такого замечательного природного коричневатого оттенка, потому что по всем лестницам плюс брызги с асфальта я загвоздалась знатно. На пересадках нам спасибо находились хорошие люди, которые помогали, плюс в некоторых участках установлены лифты. лифты. Впервые пользовались лифтом в метро. Вон тот парень в красном провел нас просто по всем лестницам. Спасибо ему большое. Ты чего? Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Можно было ими пользоваться. В общем, я вышла супер заранее, то есть по дороге было ехать минут 20, я вышла за час. И в результате я все спокойно успела, все хорошо, все оказалось не так сложно и страшно, как я могла себе представить. Фух, добралась. Я, честно говоря, впервые нахожусь в этой части из Народского парка и здесь очень красиво. Прут, правда, его не видно. Надпись Москва и колесо обозрения с той стороны, по идее, тоже должно быть колесо обозрения, если я правильно посмотрела по картам. Вот такой прут красивущий. Прихожу на место, уже вижу, там впереди в беседке сидят люди в светлом. Я такая, да-да-да, это наши, мы не сюда. И, знаете, это такое волнение внутреннее, когда ты подходишь в незнакомую компанию, а еще, когда ты идешь один, да, я, конечно, была с сынишкой, но это немножко не считается. Хотя я чувствовала его поддержку, знаете, когда вот, ну, кто-то или что-то есть, зачем ты можешь спрятаться, как бы, чуть-чуть, не так страшно. И я туда подхожу, все там такие сидят, такие все нарядные, красивые, я такая, привет, это Вероника, это Костя, ну-да, ну-ля-ля. Вот, и, значит, сажусь, и в палатке, ой, в палатке, в беседке, просто такая неловкая тишина, потому что никто друг с другом не знаком, никто не знает, чего говорить, о чем общаться, потому что, так скажем, главной звезды мероприятия пока что нет, а в таких случаях всегда там именинник, например, или жених и невест, ну, короче, люди, которые собирают большую компанию малознакомых друг с другом людей, они как бы всех объединяют, и все там потихонечку знакомятся, вливаются и классно общаются, а тут такие, знаете, сверчки, вот, ну, да, там в какой-то момент все стали пытаться как-то что-то поднимать, темы разные, в общем, ждем, 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 все, идет Таня, с еще там частью участников, несет просто целый чемодан с материалами, которыми все будут пользоваться для творчества, и тут уже начинается движуха, мы начинаем оформлять палатку, почему я говорю палатку, беседку, а, до этого момента уже успел подойти мой муж, забрать ребенка, с коляской, все, они ушли гулять, и я как бы ну, вливаюсь, и я думала, что я со своей миссией справлюсь, ну, часа за полтора, там, ну, может быть, два, и смогу, если что, в любой момент уйти, все опять-таки было завязано на сыночке, потому что мне его надо каждые два часа там кормить, допустим, я не могу просто быть долго на мероприятии, я за него очень переживала, плюс мероприятие вечернее, ему уже скоро спать, короче, я вроде как должна, ну, не то, что должна, а я и хотела как-то влиться, повеселиться, пообщаться, познакомиться, но у меня, я мыслями все время была с сыном и мужем, и думала, как мне все так успеть, чтобы и тут все получилось хорошо, и там, чтобы никто не плакал, наверное, как всегда в таких ситуациях все довольно долго раскачалось, там, пока мы все оформили, пока там туда-сюда, немножко поговорили, разрезали красивенный торт, Таня заказала у кондитера торт в стиле пикника, такой, флоральный, с цветами. Я не слышу всем, что без этого Светлана. Я так и знала, что без этого нет. Вау! Ну, Макат, вот это разъезд, вот это разрез. Короче, вот пока туда-сюда все уже там, уже прошло эти два часа, которые я думала, что я закончу все. Прошло два часа, а еще ничего даже и не началось. И уже совсем ближе к вечеру, все наконец-то расселись, и я такая, все, собираемся, начинаем. И все сидели по кругу, и я просто по очереди к каждому подходила, говорю, можно тебя отвалечь? Чуть-чуть попозируй мне, я тебя порисую. И, наверное, первые два портрета были еще при дневном свете, а дальше просто, ну, резко стемнело. В этой беседке были, знаете, такие цветные фонари, которые, ну, просто как освещение в парке, наверное, ок, но при таком освещении рисовать, вот представьте, что вам нужно что-нибудь написать, ну, в смысле, текст, да, или нарисовать, при освещении от гирлянд елки, потому что они цветные, они постоянно меняли цвет, и это было очень большое напряжение для моих глаз, несчастных, плюс я переживала, потому что каждый портрет, это, ну, нет, знаете, стопроцентной гарантии, что вот с первого момента так все, оп, легко получится, то есть это каждый раз труд, это умственное напряжение, это анализ, да, черт лица, и когда ты торопишься, плюс вот этот вот мигающий свет, волнение, но я была очень рада, что все участники, которым я успела сделать портреты, были довольны, ну, как минимум было приятно, все по моей задумке получилось, я упаковывала в конверты, заклеивала этими красивущими наклейками, которые похожи на марки, ребята тянули бумажки с предсказаниями, ну, в общем, получилось классно, я очень довольна, но, к сожалению, из-за того, что я поздно начала, я успела нарисовать только половину нашей беседки, в принципе, я себя чувствовала довольно комфортно, и под конец вечера у нас стали подниматься какие-то неожиданно, довольно личные темы, ребята стали рассказывать про свою жизнь, и в итоге вечер вышел даже на некую философскую ноту, Таня очень классно провела это мероприятие, но мне кажется, она тоже была на некоем нервничке, а, я забыла рассказать прикол, короче, посреди вечера все-таки снова пошел дождь, и в этом парке рядом с нами отдыхала компания, типа там с кальяном, с гитарой, ну, такие ребятки пришли, в воскресенье расслабиться, а им просто некуда от дождя прятаться, они прибежали в нашу беседку, мы их пустили, ну, и представьте, это просто две вселенные, у нас такой пинтерест-арт-пикник, все такие в светлом, такие, ах, ля-ля-ля, там, что-то рисуют искусство, расписывают свечи, а с другой стороны, народ пришел с кальянчиком в парк, что-то поболтать, и это просто, такой был микс, но потом, когда кончился дождь, мы их попросили выйти из нашей беседки, не потому, что мы такие, типа, фи, а просто потому, что мы даже все не могли в результате рассесться, короче, это было забавно, я была даже, ну, сама готова к ним подойти, попросить их выйти, потому что Таня очень, ну, переживала, что она их обидит, мне казалось, что это нормально, мы их пустили на время дождя, дождь кончился, мы все тут не помещаемся, можете, пожалуйста, у нас тут мероприятие, все окей, ну, и они оказались вполне адекватными, даже, там, с нами ходили грушами, из пакета делились, чьи-то дачные, видимо, груши, такой вот вечер, с одной стороны сумбурный, а с другой стороны, особенно под конец, наверное, как всегда, особенно под конец, все-таки как-то влилось, объединилось, все заобщались, оу, давай, спасибо тебе огромное, я очень рада знакомству с тобой, я обязательно тебе напишу, все, давай, я поняла, проходки в оперу, макияжи, да, Костя обязательно привет, чмок и водик, хорошо, все, пока-пока, встреча прошла, просто потрясающе круто, все, кого я нарисовала, вроде бы все остались довольны, это для меня самое главное, потому что я переживала, в трюк у меня не получится, ну, знаете, бывает, что вот просто рука не идет, и все, вот, но, все удалось, все остались довольны, но сейчас я просто лечу на всех парах, к машине, потому что там мой маленький Костенька, Марк написал, что он плачет, все, я бегу, и бегу его утешать, ему пора спать, укладывать, вообще, вот мать, беспечная мать, в остальные я еще так не веду, честное слово, а это после, мы просто когда выходили, мы снимали до, и теперь после, свет ужасный, ужасно было так лучше, Костя довольный, улыбается, спасибо всем, кто посмотрел это видео, кто находится на этом канале, несмотря на то, что я на полгода пропала, но теперь вы знаете, что у меня была уважительная причина, хочу вас пригласить на мой лайв канал, куда я все это время выкладывала влоги, рассказала свою историю, как родился мой сын, если вам такой контент тоже интересен, переходите на лайв канал, ну и в целом, телеграм, запрещено грам, вы все знаете, и спасибо вам большое, что вы досмотрели это видео до конца, за то, что вы со мной, для меня это очень важно и приятно, господи, я уже забыла свою концовку, и до встречи, я надеюсь, в скорой, в новых видео, пока!